К счастью, жертв нет. В поселке Магистральный горел 18-метровый штабель с лесоматериалами. Общая площадь пожара почти полторы тысячи квадратных метров. Произошло возгорание сегодня рано утром. Через два часа огонь удалось локализовать, но существовала угроза для стоящего рядом штабеля. Для ликвидации пожара из Бурятии даже запросили пожарный поезд. Пожарные и другие специалисты теперь регулярно наведываются в один из домов в Вихоревке. Там из-за капремонта крыши осадки, топят квартиры и подъезд. Из-за этого случаются возгорания, так как жидкость попадает в электрощитки. Все подробности в следующем сюжете. Что дома, что на улице дождь. Жители этого здания в Вихоревке не могут спрятаться от непогоды даже в своих квартирах. В конце августа в доме начался капремонт крыши. Рабочие сняли кровлю и пошли дожди. Затоплены не только квартиры на пятом этаже. Вода дошла даже до первого. Я встала, потому что здесь шум такой был. Я думаю, где так льет. Подошла, сначала только капала. Потом уже побежала ручьем. Эта люстра отвалилась. Ну, то есть, наверное, часов пять было, может, полшестого утра было. И здесь как прямо поток шел воды. Я вот так ведро держала, собирала воду. Вода в квартирах не единственная проблема. Из-за того, что жидкость попадает на провода, возникают возгорания. Люди остались и без электричества. Здесь все полыхало, горело. Вызывали пожарников. Ну, отключили свет, все погасло. Вот так в темноте и сырости люди живут уже неделю. Хотя жители сразу обратились во многие инстанции. Но до сих пор вопрос не решен. Осадки продолжаются. На улице холодно. Просушить помещение невозможно. В квартиру Галины вода попадает с лестничной площадки в прихожую. Внизу вода сегодня была по щиколотку. Ребенок выходил в школу. Еле прошел. Сейчас она ушла вниз. Я лично разговаривала с подрядчиком. Потерпите, потерпите. Как можно вот такое терпеть? Терпеть жителям придется как минимум еще две недели. Работы на крыше только начались. В процессе выяснилось, что трубы полностью сгнили. Вода попадает в квартиры в том числе и из-за этого. Но начался ремонт осенью, потому что тендер на работы разыграли поздно. Подрядчик признает свою вину в текущем затоплении. Из-за выпадения осадков обильного. И будет все возмещено. Сейчас у нас задача первая это заактировать все дефекты, которые произошли в результате затопления. И в дальнейшем пустить уже подрядчику вход для возмещения. Акты о повреждении имущества уже составили. К решению проблемы подключились и местные власти. Мы организуем просушку щитовых совместно с управляющей компанией и подрядной организацией. То есть задача какая? Чтобы сейчас вернуть электричество в дом. Но многое будет зависеть и от погоды. На дворе осень. Дожди идут регулярно. Поэтому пока жильцам придется жить в сырости. Многие люди уже намерены обратиться в прокуратуру. Юлия Шенкарюк. Новости по будням. 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 Продолжение следует...